I have ways of blowing things up. 1304 несчастных случаев. Ладно. Пользователи это ModoChill, а новые функции Stories не нужно делать длиннее. А, их нужно сделать длиннее. Ладно. Совет полурослика, изменивший мою жизнь. Хорошо. Поехали. О, здрасте. Галла там уже начал трындить, но подождите. Орионы, сегодня без доставок. Жизнь меняем? Хе-хе-хе. Или че? Подождите, давайте в New Stories. У нас у нас Пигмалион, вторая часть. Опа. Опа-опа-опа. Он опять написал про меня печальную историю. В этот раз якобы кота... Почему? Музыка остановилась. Хе-хе-хе. Я думаю. Хе-хе. Так. Он опять написал про меня печальную историю. В этот раз якобы каталась на колесе обозрения с любовью всей моей жизни, когда он решил со мной расстаться либо всей моей жизни. По-моему, я сам могу решить, кого люблю. Больше всего я люблю вовсе не парня, которого создал мой писатель. Черт, а он просто плоский персонаж с несколькими тщательными фразами наготове. Моё сердце принадлежит тому, кто заставил его произнести эти мечтательные фразы моему писателю, моему создателю, моему Пигмалиону. Это, если что, вдруг кто не помнит, у нас была Галатея в первой части, а тут вроде как её создатель Пигмалион, ну... Я в прошлый раз говорил, что... Хе-хе. Хе-хе. Это психоз. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Моё сердце, я так об этом говорю, как будто у меня есть сердце, я всего лишь несколько строк в коротких развлекательных рассказах. Я это вымысел, часть чего-то большего. Ну, раз уж я всего лишь вымысел, то почему бы мне не побороться за счастливую концовку? Когда тебя и твой мир придумывают, всё возможно. Я хочу писать собственные рассказы, чтобы концовка родилась у меня в голове и меня не устраивала. Разве не всем этого хотим? Как думаете, я могу написать собственную счастливую концовку? А вы свою? Мы не узнаем, пока не попробуем, правда? Я не собираюсь сдаваться, но не попробовал. Потому что это, дорогие мои читатели, моя история. Не моего писателя и не ваша. Моя. Только мне решать, что произойдёт дальше. Я знаю, что заслуживаю счастливой концовки, мы все её заслуживаем. Ну да ладно, хватит обо мне. Как насчёт вас? Вы уже написали собственные истории и игра вот-вот закончится? Что вы будете делать, когда выйдете из неё? Начнёте новое прохождение? Думаете, что второй раз концовка будет другой? Если вообще концовка... Есть ли вообще концовка получше? Вы решили, какую будет ваша концовка? Это такой слом четвёртой стены немножечко. Ну, немножечко, очень сильно. Я надеюсь, что это не всерьёз про то, что игра вот-вот закончится. Хотя мы уже многие вещи решили. Так. Так что я колесил с ним по улицам, пока он пытался залечить своё распитое сердце. Это Гала говорит. Не знаю, с чего мы вдруг начали обсуждать печальные истории из моей биографии. Лучше переключи внимание на счастливую пару. Не луя себе. О, да эта история не такая уж и печальная, скорее милая. Но улы сегодня в центре внимания и права должны быть именно с Бейлисом. Это они пришли на свадьбу отмечать своего меня? Правильно я понял? Главное, чтобы мы хотя бы могли вас видеть. Извините, я пытаюсь добраться до переключателя. Ай! Ой, Гала, извини. Ты такой жёсткий, прям как стена. Прямо за комплимент. И... готово. Вот, получилось найти стулья. Впечатляет. Ну что, ребят. Поздравляю. Это... Это прикольно. Мы с ними вот уже вторую игру. Всё это время переживали за их отношения. Пишите, кто переживал больше, чем за свои собственные. И вот, да. День их свадьбы. Мы были тут столько раз, что знаем всю кофейню, как свои пять пальцев. Вот они, плюсы постоянных посетителей. Фрун. Да, 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 да. У слесаря есть три интересных истории из жизни. Как свои пять пальцев, да. И правда. Итак, начнём праздник? Да, уже не терпится. В тебе говорит адреналин. Запомни это ощущение. Ты думаешь, что это адреналин? А по мне так это просто одурманенное страстным глубоким чувством к своему мужу. Луя, да. Ну, ну, не обольщайтесь, мистер Миллер. О, Беллис, ты решил взять фамилию Луи? А, нет, мы решили остаться при своих фамилиях. Но если это обрадует миссис Миллер, называйте меня мистером Миллером. Лишь бы ты была счастлива. О, как мне хорошо рядом с тобой. Отвратительно. Сказал он, кратко вытирая слёзы. Хе-хе-хе-хе. Сколько раз повторять? Это всё из цветов вратуши, у меня на них аллергия. Хе-хе-хе-хе. Да-да, конечно. Нормально, что у мёртвого персонажа есть аллергия, да? Ну, то есть я же воспринимаю вампиров как мёртвых персонажей. Да. Самое время для напитков. Да, я бы не отказался от чего-нибудь горячего. Кстати, у нас тут есть оборотни, как кошачьи, так и собачьи. У нас тут есть куча разных... Ну, Луи, я так понимаю, демон относительно её происхождения. У нас есть Банши, которые тоже... Кстати, Банши, они больше призр... Банши — это нежить? Надо будет порыться в мифологии, потому что я пытаюсь найти, кто у нас ещё нежить. Похоже, у нас только хайп нежить. Но вот я сейчас думаю насчёт Банши, потому что они всегда представляются некими такими призраками, которые орут, но она явно не призрак. Кто она? Ладно. И сладкого. Насыщенного и шоколадного, но при этом освежающего. Тут столько сахара, что и до диабета недалеко. Итак, если обобщить. Напиток должен быть сладкий и с шоколадным вкусом, но при этом освежающий. Сделаешь? Ах, сладкий. С шоколадным вкусом. Так, при этом освежающий. Нет, слишком горький получается. Шока даёт много горечи. Сладкий. Освежающий. Я что-то отвратительное делаю. Шоколад, мёд и мята. После полуночи есть такой напиток. Держи. Держи, дорогая. Вдохновлено сладким вечерним угощением. Блин. Это вообще можно пить. Надеюсь тебе понравится. Он это всем сразу подал. Ладно, хорошо. Просто супер, как празднично и необычно. Очень приятный напиток. Как раз то, что я хотел. Пойдёт. Хайт, я знаю, у нас с тобой длинная история недовольств. Ты постоянно... Дайте я тоже кофейку хлебну. Да. Хайт у нас постоянно... Во-первых, не может рассказать, что он хочет. Во-вторых, он недоволен. Хайт высоко оценил. Да-да. Да-да. Вкус напоминает Англию. Тебе приходилось бывать по ту сторону океана? О, в своё время мне удалось довольно много попутешествовать. Может, мы уже где-нибудь встречались? Вполне возможно. Разошлись, как корабли в ночи. Это не та фраза. Ну ладно. Прежде чем вновь встретиться с наступлением утра. Весьма лирично. Ха. У меня такое настроение из-за вас двоих. Всё, что я знаю о Великобритании, мне известно от одного знакомого британского оборотня. Во время ярости он становился прям сам не свой. И всё равно... Пробив стену кулаком, он бы просил у неё прощения. Чего-то такого я и ожидал. Так ты канадец, ты не британ. Ладно, шучу. Думаю, вы бы стали лучшими друзьями. Нет, ты знаешь, мне куда больше нравятся вампиры грубияны. Эй. Хотя, не так уж и обидно. Я вампир грубиян и горжусь этим. Напечатаю эту фразу на футболке. Отличная идея. Кажется, я знаю, что подарить ему на Рождество. Пф. Пф. Итак, предлагаю поднять тост. Кто-нибудь хочет показать, сказать пару слов? Есть желающие. Я? Почему? Из меня небольшой мастер толкать речи? Неправда. Мы с радостью тебя послушаем, если ты не против. Пф. Тогда... Приготовьтесь. Ваши уши сейчас завянут. Луя. Бейлис. Спасибо, что выбрали эту кофейню. И спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни. Отлично сказано. Ты всегда будешь частью нашей жизни. Это точно. Коротко и по делу. Достойная речь. Твоя очередь, Хайт. Вот как? Ну, хорошо. Луи Бейлис. Спасибо, что развлекли меня и натолкнули на недолгие размышления о карьере семейного психолога. Вы, ребята, что надо? Для нас-то много, значит, Хайт. Ты очень нас выручил. Не подумай, что мы о тебе забыли, Галла. Самое время для речи? Да. Я не так хорошо с вами знаком, как Фрум. Уж точно не могу сказать, что помог вам, как сделал Хайт. Но, несмотря на это, я чувствую себя желанным гостем. Я сразу же ощутил себя частью вашей семьи. Пусть то тепло, что вы дарите окружающим, всегда согревает и радует вас вашей семейной жизнью. О, Галла. Спасибо, чувак. Правда. За счастливую пару. За счастливую пару. За счастливую пару. Что, Хайт, опять аллергия беспокоит? Эх, Фрум. Фрум. Я не думаю, что тебя... Что тебя не... Что тебя не настигнет мое возмездие. Извиняюсь, что у нас в меню только безалкогольные напитки. Несколько бокалов чего-нибудь игристого явно бы не помешало. Ой, не переживай. Меня точно все устраивает. Да, мы решили пока отказаться от спиртного. Вот как. Так. Мы подумаем над расширением семьи. Ты понимаешь. Ооо. Я не пью в знак солидарности. Здорово, ребята. Удачи вам. Спасибо, Галла. Интересно, какой ребенок получится у эльфа и с куба. Только представьте, как повсюду носятся маленькие фиолетовые эльфы с рожкой. Ооо, я про то же. И тебе спасибо, Хайт. Наверное. Всегда пожалуйста. Лично я не против, что мы празднуем без алкоголя. Никогда не нравились крепкие напитки. Он не врет. Никогда не видел, чтобы он прикасался к спиртному. Ребят. Чего и вам желаю. Спиртное это гадость. Я не знаю. Вот возможно вы еще не доросли до того, чтобы это понять. Но спиртное это гадость. Никогда его не употребляйте. Эта штука сделает вашу жизнь исключительно хуже. Пейте лучше хороший качественный чай или кофе. Так. За этим есть какая-то причина. Мне просто не нравится вкус. Тоже согласен. Вкус всегда отвратительный. Я так к нему и не привык. Да я особо не пытался. И видимо окружающие думают, что я люблю выпить. Потому что я рослый, крупный парень. Но не ошибается. Такие предположения меня раздражают. Мне нравится, что для тебя алкоголь это просто еще один вкус. И иногда мне хочется вина. Иногда томатного сока. Точно. Алкоголь стал частью социальных сборищ. Но я бы предпочитал, чтобы стало побольше вкусных безалкогольных напитков. Как раз я был бы в... Как-то раз я был в очень дорогом ресторане. Он при... Они предлагали подобрать к еде подходящий безалкогольный напиток. Они закупили безалкогольную верму. Сами выжали фруктовый сок. Мне это запомнилось. Было очень вкусно. И еще они им подавали съедобных... Съедобных робот... Че блин? Роботов? А из овощей и темного шоколада они сделали настоящий миниатюрный лес. О, когда ты успел побывать в таком заведении? Довольно давно. Я вместе с семьей... Там еще общались. Бэй. Все нормально. Я делаю превосходные коктейли. С алкоголем и без. В версии с алкоголем добавляю воду. Гадость. В версии безалкоголя не добавляю водку. Логичный. Просто... Капитан очевидность. Адмирал Ясен Перес. Просто ясно. Что еще в него входит? Немного базилика. Чуть-чуть лимонного сока. Щепотка соли. Тоник. По описанию звучит вкусно. Это еще не все. И, конечно, большую ложку свежей крови. А вот теперь все. Желательно первая группа. Она ведь универсальная и все такое. Фу. Ты же шутишь. Надеюсь, что шутишь. Он вампир. Почему он шутит? Это его нормальная... То есть... Если... Луи, извини, пожалуйста. Если тебе сказать, спили рога. То же самое, что ты ему скажешь, не пей кровь. От своей природы никуда не денешься. Поэтому его никто никуда не приглашает. В каком смысле? Меня постоянно зовут на вечеринке. Просто она забывает передать приглашение. Эм... Хайт. Хочу еще раз извиниться. Прости, что у меня не получилось передать приглашение Бейлиса. Эм... Галя. Эм... Я... Я должен был передать... Я правтыкал? Серьезно? Вот что было в прошлой серии. То, что он говорил, что надо отдавать... Я правтыкал передать... Я серьезно забыл про него. До... 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 До вот этой секунды. Обидно. Обидно. Главное, что все хорошо закончилось. Мы пригласили всех в последний момент, так что я все равно собиралась всем написать на всякий случай. Все же я... Бессмертельно ранен. Ого. Эм... Жаль было бы пропустить такое событие. Спасибо вам троим, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили. Мне было приятно познакомиться с твоими друзьями с работой, Бейлис. И с твоей сестрой, Луя. Она крепкий орешек. Это достойно уважения. Она невыносимая. Ты же это имел в виду? Я очень ее люблю. Да, она долго не могла ко мне привыкнуть. Ага. Всего-то год или три года. Дома она хотела убедиться, что ты подходишь для младшей сестренки. Да, да. Определенно. Она всегда была обо мне мнением, будто я неженка, которую нужно защищать. Ну, по сравнению с ней даже Галла Неженка. Мне кажется, Галла Неженка по сравнению с большинством людей. Согласен. Ну, кроме того, что он не человек. Ну, ладно. В данном случае слово люди употребляется именно как просто множественное число существ. Ладно. Эм... Ну, да. Думаю, она бы справилась с ним, даже если бы он в это время был в состоянии ярости. Если Хрун когда-нибудь переедет, и я останусь без своего собственного, особенного чая, может, я спрошу телефон твоей сестры? Тебе стоит поторопиться. А то тебе не избежать схватки с другом Бейлиса из начальной школы. Марка? Я заметил, что он глаз с нее не сводил. Уверен, дело зашло куда дальше переглядок. Два свидетеля, которые восхищены... Какое восхитительное клише, правда? Смотрю, ты любишь посплять на чуть хайт? Конечно. Так я себя занимаю. Мне всегда нравилось наблюдать за людьми. Удивительно, как мало они не изменились на протяжении столетий. Либо все так же агрессивно себя ведут при виде шведского стола. Все так же засыпают во время речей. Да, кажется, твоя мама даже успела похреп... Похрапеть. Луя. Ну, в принципе. Бедняжка, раньше она не могла работать с утра до ночи... Раньше она могла работать с утра до ночи, совсем не уставая. Время никого не жалеет. За исключением вот этого парня. Ты так говоришь, как будто это что-то хорошее. Кстати, я заметил, что ты фотографировал на телефон. Есть хорошие снимки? Сейчас посмотрим. Вот и фотография неплохо вышла. Милые фотографии. Реально прикольно получились. Немножечко как-то... А как ты это снял, что они так близко? Это больше похоже на селфи, на самом деле. Как будто Бейлис снимал. Посмотрите на ракурс. Как будто Луя стояла, с кем-то разговаривала. А Бейлис такой, опа, она классно выглядит. Сниму-ка я нас двоих здесь. Ну, в принципе, ладно. О, какая прелесть. И правда. Жалко, что я отказался от идеи стать фотографом Хайт. У тебя настоящий талант. Ты что тут скажешь? Седл для меня слишком скучен. Там особо ничего не происходит. Так что я вряд ли надолго здесь задержусь. Поэтому ты решил вернуться в модельный бизнес? Меньше из двух зол? Именно. Значит, ты вернешься в Хландерус. По большей части я планирую проводить время там. Но я буду часто прилетать. И собираюсь путешествовать. Ничего особо не изменится. Все-таки образ жизни подходит мне... Все-таки такой образ жизни подходит мне больше всего. Ясно. Ну, спасибо за фотографию. Сначала я немного переживал из-за того, что мы не наняли фотографа. Но в результате все... Все немного поснимали на телефоны. И некоторые снимки получились, что надо, прям как этот. Согласна. Все получилось как нельзя лучше. В этом снимке столько тепла и любви. Мы мечтали именно о такой свадьбе. Точно. Я рад, что вы во всем разобрались. Мы как рады. Теперь можно задуматься о будущем. Какие ваши ближайшие планы? Ну, они же сказали. Ребенок... Ну, для начала мы хотим купить дом. Так-то да. Если есть финансовая возможность, то это первое, конечно, надо сделать. Как же вы представляете себе свой идеальный дом? Мы пока не уверены. Но мы точно не собираемся снова наступать на те же грабли. Никаких бесконечных пролистываний томодачил в поисках фотографий чужих домов. И никакого транжирства и самобичевания с моей стороны. Любимый. Все нормально. Я рад, что мы все обсудили. Луя помогла мне понять, что нет ничего такого в том, что она зарабатывает больше меня. И что моя семья никак нам не помогает. Поправо говоря, мама Луи сказала мне на свадьбе то же самое. Не знала, что вы с ней об этом говорили. Не переживай, разговор прошел нормально. Она сказала, что для нее самое главное, это чтобы ты была счастлива. Меня это вполне устраивает, потому что я хочу того же. А счастливая Луя, это Луя, у которой хорошо идут дела на работе. На, я сейчас не могу притормозить с карьерой. Может, только совсем чуть-чуть. Ага, когда придет время. Но дело в том, что я не против тормознуть с карьерой. И это я всегда первым заводил разговоры о детях. Не то чтобы не хочу детей, но меня всегда пугало, каких появлений снижает, скажется, на моей работе. Логично. В обществе есть негласные правила, что воспитание детей обычно занимаются женщины. Я думаю, что это, кстати, абсолютно неправильно. Ну вот про это негласные правила. Это можно было сказать про 19 век, про начало 20 века. Сейчас все стало настолько стандартизировано и более универсально. Сейчас мужчина вполне может остаться дома, выращивать детей и при этом работать. 20-й год показал нам, что любой человек может работать на удаленке. Поэтому можно и работать дома, и воспитывать детей, и еще, наверное, научиться факелами жонглировать. Кому как. У нас на этот счет свое мнение. Ну, в принципе. Решили, что если заведем детей, вести домашнее хозяйство буду я. В свободное время я по-прежнему буду брать проекты на фриланс. Собственно, что я и говорил. Но скорее, чтобы не скучать, я не с целью заработка. Моей главной задачей станет забота о малышах и доме. Знаешь, я все думаю, как я рада, что встретила тебя и вышла за тебя замуж. Не так уж много мужчин согласились бы на такое. Ты удивишься, но времена меняются. Я прав. По сути, подтвердили все, что я сейчас сказал. Со временем у все большего количества людей появляется возможность следовать своим желаниям. Я встречал немало мужчин, которые предпочли бы сидеть дома с детьми, чем каждый день ходить на работу и практически никогда их не видеть. Вы отлично друг к другу подходите. Я так считаю. Мистер Миллер. Миссис. Нет, это как-то неправильно. Ты плюс моя фамилия. Если бы твои родственники услышали, как ты зовешь меня по своей фамилии, они бы с ума сошли. Это точно. Почти хочется посмотреть на их реакцию, но это все ерунда. Пока мы с тобой останемся Луи и Бейлисом. Пока мы с тобой останемся Луи и Бейлисом. Так. Джорджи. Сережки. А я не могу нажать на play, к сожалению. О, прошу меня простить. Ай, бедняга Хайт. Кажется, все-таки не решился сменить карьеру. Ага. Когда так долго живешь, менять образ жизни тяжело. Даже при желании. Да, это точно. Большинство Эльфов живут в прошлом, потому что прошлое очень большая часть их жизни. Чем больше чем-нибудь занимаешься, тем сложнее переключиться. Это, кстати, правда. Это офигенно, как правда. Очень многие люди застарьют на какой-то апрелях. В определенной работе, которая им комфортна. Из которой они выросли. Им нужно уже как-то продвигаться в жизни. Нужно переходить на более что-то серьезное. Не то, чтобы серьезное. Когда человек занимается тем, что ему нравится, это одно дело. Но когда он на каком-то месте, где ему просто удобно, он находится в зоне комфорта, то есть можно бы получить лучшую работу, с лучшей зарплатой, с лучшими условиями. Но человек просто боится уходить со старой работы, потому что он там засиделся. Или с какого-то места переезжать. Вот, допустим, живет в какой-то квартире, и он уже привык там. Там есть свои недостатки, но он к ним уже привык. И это все уже начинает составлять его зону комфорта. Люди так редко осмеливаются выходить из своей зоны комфорта, чтобы что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону. Со временем будто каменеешь. Я понимаю, о чем ты. Да, даже я по-своему это ощущаю. Я много где работал и попробовал кучу всего, когда был моложе. Но моя нынешняя жизнь меня устраивает. Пусть даже в больнице и бывает тяжело. С одной стороны, не думаю, что мне хочется перемен. А с другой, не уверен, что я решился бы на них даже если бы такое желание появилось. Время никого не жалеет. И правда. Как ты к этому относишься, Гала? Я про решение Хайда. Сказать, что я в восторге, было бы ложью. Он частенько меня подбешивает. Но, если честно, мне хорошо, когда он рядом. Наверное, когда кого-то любишь, по-другому и не бывает. Да уж, мы об этом знаем, правда? А, иногда понимаешь, нужно взять перерыв. Но, в конце концов, мы всегда друг к другу возвращаемся. Да, так и есть. Вы знаете, Хайда. Он не выносит созависимость как в дружбе, так и в отношениях. И, честно скажу, меня это вполне устраивает. Он уважает мое личное пространство. Ну, кроме периодов, когда у него глубокий жизненный кризис. Но это случается не так уж часто. Я тоже уважаю его право на свободу. Поэтому мы так хорошо ладим. Мы остаемся самим собой, не давим друг на друга. И, при этом, с удовольствием проводим вместе время, когда встречаемся. Ну, это чудесно. Мы живем в такой схеме уже много лет. Поэтому я сейчас не сомневаюсь, что все будет нормально. Если Хайд хочет и дальше работать моделью, Что это такое, чтобы брать у него эту возможность? Справедливо. Знаю, что это не одно и то же. Но если вдруг хочешь выбраться за напитками, когда Хайд будет в отъезде, я обязательно вам напишу. О, прислушайтесь. Опять хлынул ливень. Если бы не такая куртка, я бы уже заледенела. Бэй, сам как? Нормально, обо мне не беспокойся. Не всегда тебе беспокоюсь. Думаю, теперь это вроде как моя работа. Тогда я буду беспокоиться о тебе. Ребята, вы такие милые. Знаете, что может быть? Лучше беспокоиться друг о друге. Не беспокоиться друг о друге. Принято. Кстати, дождливые свадьбы к удаче. Мне всегда было интересно, откуда это пошло. Мне кажется, так говорят, чтобы успокоить жениха и невесту, чтобы они не впадали в истерику из-за дождя. Все-таки плохая погода не редкость. Не в курсе? Серьезно? Не в курсе чего? Может, это эльфийская тема? Тебе доводилось об этом слышать? Ты про легенду о слезах богини? Да-да. Не знаю такой легенды. Это целый эпос средневековой эльфийской поэзии. Я могу вкратце пересказать. Давай. Очень любопытно. Ладно. Давным-давно жила макущественная богиня. У нее было много детей, но из всех них одно дитя она любила больше остальных. Свою самую тихую и застинчивую дочь. Когда все дети требовали внимания, она сидела в сторонке и играла с облака. Когда все дети гонялись друг за другом, она молча разглядывала звезды. Когда все дети бегали от дождя, она осталась на месте и наблюдала за падением капель. Богиня думала. Даже если все дети покинут, мне главное, чтобы рядом осталось это дитя. Она добра и ласково... Блин, я случайно такнул. Она добра и ласково. Она будет любить меня и ухаживать за мной. Богиня подумала о грядущем и улыбнулась. Но однажды, когда юная богиня сидела на краю облака и наблюдала за миром, внезапно подул ветер и она потеряла равновесие. Ну нет. Не переживай, эта история не из печальных. Хорошо. Поток ветра спустил ее на землю. И как же юная богиня удивилась. Все, что ее окружало, было для нее в новинку. С восхищением и смятением она таки осталась стоять на месте и не двигалась на протяжении многих человеческих эпох. Пока на нее не наткнулся человек. Чтобы не запутаться, дадим нашим героям имена. Скажем, юной богиней звали Зон или Эон, а человек Рэй. Отличная идея. Я сюжетом гораздо легче... За сюжетом, наверное, гораздо легче уследить, когда знаешь имена, а то я... Спасибо переводчикам еще раз. Хорошо. Эон и Рэй. Рэй подошел к Эону и увидел, что она совершенно ошеломлена и помог ей сдвинуться с места. Затем он отвел ее в деревню и сказал, как... Извиняюсь. И показал, как там устроена жизнь. Прошло несколько дней, и Эон заговорила с Рэем. Они обсуждали звезды и планеты, облака и солнце. При этом она несколько эпох стояла недвижимой. Ладно. Они говорили об урожае малых детях, засухих стариках. Они говорили о времени бесконечности. И, встретившись взглядами, вместе они пережили кратчайшие миги самую длинную эпоху. Они поняли, что полюбили друг друга. Они решили пожениться, но оба хотели сперва заполучить благословение из своих семей. Родители Рэя сразу ждали свое согласие. Его семья успела привязаться к Эону. Но когда Эон отправился к своей матери богине... Вот старая ведьма! Не суди ее так строго любимой. Со временем она исправилась. Ну да, сперва она не была в восторге от этой идеи. Более того, она разозлилась, что кто-то захотел отобрать ее любимую дочь. Знакомая история. Уверяю тебя, она куда лучше моей матери. Так вот, в гневе она сказала и вон... Выходи замуж, если так решила. Но если не передумаешь, то со временем ты состаришься и умрешь, как твой жених. Фу. Никто особо не удивился, когда Эон ответил. Ну и ладно. Зачем мне вечность, если рядом не будет Рэя? Они устроили свадьбу. Долгие часы богиня гневалась и кричала. Еще дольше она сокрушалась и предавалась отчаянию. Пока она, наконец, не повернулась к земле. Тогда она увидела Эон и Рэя. Они находились на поле, где Рэй впервые встретил Эон. Их головы украшали цветочные венки, а вокруг них собрались близкие им люди. И впервые за всю жизнь Эон веселилась. Она пела и танцевала. Их глаза сверкали, а волосы развивались на ветру. Хорошо, что она днем посмотрела на землю, а не, допустим, вечером. Она бы тоже была веселая. Но, да, тогда бы это не вошло в историю. Впервые за вечность богиня увидела свое дитя счастливым. Она пожалела о том, что наговорила ей, на слова богини, обладает силой, которую не так легко отнять. А печальная мысль, что однажды ее дочь умрет, она заплакала. Ее слезы пролились на землю густой пеленой дождя. И он и Рей не стали от него прятаться. Вместо этого они пустились в пляс. Тогда богиня сказала. Пусть каждая упавшая на вас слеза подарит вам дополнительный год жизни. И даже когда ваших волос коснется седина, а кожа покроется морщинами, да будет у вас силы танцевать и петь и любить друг друга. Если верить легендам, так появились и эльфы. Но мне кажется, это немного надуманно. Ты плачешь? Ерунда. Просто иногда ты очень красивый. Иногда, только иногда. Бейлис, ты прирожденный рассказчик. У тебя отлично получилось пересказать эту историю. Да, это было нечто. Теперь я буду иначе смотреть на дождь. О, да, это всего лишь жалкая легенда. Вовсе не жалкая. И ты прав, покинь действительно куда лучше твоей мамы. Я же говорил. Мне с дождем все куда проще. Я просто обожаю сидеть дома в тепле, когда на улице капает. Да, это очень уютно. Если у меня была спальня на последнем этаже, и когда я ложился спать, то слышал, как капли дождя барабанят по крыше. Было здорово. Делать бы мне, чтобы все в мире испытали, каково это сидеть в безопасности и слушать, как снаружи идет дождь. Согласен. О, привет. Смотрите, ну хотя бы кто-то мог скрыться от ливня. О, малыш, промок до нитки. Бедный Гал, а он что, стряхнул на тебя все капли... Он что, стряхнул на тебя все капли со своей шерстки? Чуть-чуть на меня не попал, ничего страшного. А он милый. Что он здесь забыл? Это твой кот? Нет, но пару раз он уже сюда заглядывал. Вспоминал... Вспомнил, а я видел его здесь где-то неделю назад. Он немного... Он намного дружелюбнее, чем в тот раз. Хотя и не намного агрессивнее. Может он уже считает это своим домом? Не он первый. С Хайдом вышла очень похожая история. Тонко подмечено. Кажется, он что-то ищет. Или кого-то. Даже если так, похоже, все его... Похоже, его поиски пока не дали результатов. Он приходил еще раз... Приходил еще раз несколько дней назад. И, кстати, мне помог... Тогда мне тоже было впечатление, что он заглянул ненадолго. Иии... он ушел. Настоящую Эникму. Что я пропустил? Кота. А, я заметил, как он вышел. Что он тут делал? Мы сами до конца не уверены. Он заходил уже несколько раз. Но он никогда не остается надолго и ничего не просит. И показалось, что он кого-то ищет. А, вполне вероятно. Во многих культурах котов наделяют особыми предвидениями. Считают... Предвидением, да. Их считают посланниками между мирами. Может быть, ему известно что-то такое, чего мы не знаем или не видим. Коты хотят, чтобы ты так думал. Они таинственно себя ведут и взамен получают еду и обнимашки. Я как раз говорил, что это поведение кажется мне знакомым. Без комментариев. Ага. Ну да ладно, а кто тебе звонил? Агентство предлагает работу. Съемки в Лос-Анджелес через два дня. По-прежнему на расхват. Не пойми, неправильно это отлично. Не терпится увидеть готовые снимки. Я раньше не слышал об этом дизайнере. Надеюсь, она окажется хотя бы немного интересной. Дизайнер. Случайно не уверен, что хочешь и дальше работать в модельном бизнесе Хайд? А вдруг дизайнер окажется занудой? Кого я обманываю? Скорее все таки будет. Но... Знаешь, забудь то, что я недавно тебе сказал бы. Бывает, я не нахожу себе места, хочу измениться и изменить свой мир, да и мир в целом, но я уже столько раз пытался и каждый раз у меня ничего не выходит. А есть альтернатива? Выбор стоит между тем, чтобы изменить мир или измириться тем, что ты несчастен? Так и есть для тех, у кого обычная продолжительность жизни. Или для тех, кто живет долго, но все же знает, что умрет. А мне предстоит ходить по земле еще много-много веков. И вместо того, чтобы пытаться починить мир своей воли и потерпеть поражение, я думаю, я проявлю терпение и подожду, пока мир поменяется сам. В процессе чем-нибудь себя развлеку, мир тебя не дожидается, это ты его дожидаешься. Ну, вроде того. Я не могу сделать подобный выбор, но мне кажется, я тебя понимаю. Я не уверен, что понимаю, но всегда готов тебя поддержать. Не знаю, я тебе благодарен. Знаете, сидеть здесь вместе с хорошим настроением, когда на улице темно и сыро, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя дома, учитывая, что мы все, что мы вроде как в общественном месте, думаю, это большая редкость. Вроде как, это ты верно подметил. Сколько себя помню, эта кофейня всегда казалась мне родным уголком, моим уголком, в котором по счастливой случайности собираются приятные ребята. У меня абсолютно такие же ощущения. Спасибо тебе. Приятно слышать, что вам здесь хорошо. Комфорт посетителей – наша основная задача. И ты отлично с ней справляешься. Да и вы, ребята, тоже не промах. Кажется, мы все будем какое-то время заняты своими делами. А я уже думаю о том, как хочу снова собраться с вами здесь. Кто знает, может через неделю или месяц, а может и через год. Но в одном уверен, мы отлично проведем время. Пускай так и будет. Да-да. Заходите в любое время, как вместе, так и по отдельности. Мне всегда интересно узнать, как у вас дела. Мы обязательно к тебе заскочим, чтобы поделиться новостями. Чтобы купить средства от ярости. И чтобы послушать чужие истории. Возвращайтесь скорее. Кажется, дождь закончился. Мы так уже у тебя замучили. Да, раз уж ли не прекратился, самое время расходиться по домам. Завершим вечер? Идите первыми, ребята. А то мы друг друга затопчем. Хорошо. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Пойдем, Лена. Пойдем. Доброй ночи, Фрун. Еще раз спасибо за вечер. Сегодняшний и все остальные. Нет, это вам спасибо. За все. Правда. Хорошо тебе отдохнуть. Спасибо. Ребят, вы идете? А, придержи-ка дверь, пожалуйста. Ой, Бэй. Что ты делаешь? Приншу тебя через порог. Что же еще? Обычный невест перенос через порог дома, а не бар. Ну, тут как бы кофейня, если чем. Почему бы не сделать и то, и то? Ты смешной. Может быть, но я тебя люблю. Не, я тебя люблю. Чум и гам. Я слышу мысли этих людей почти так же отчетливо, как свои. Их успехи и неудачи имеют для меня такое же значение, как и мои собственные. Полагаю, это и есть то самое ощущение, когда находишь свой коллективный разум. У нас будет следующий день. 3 октября. Хорошо, ребятушки. Тогда на этом будем заканчивать. Увидимся в следующей серии. Это очень было похоже на последнюю серию. Но, видимо, пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.